Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька. Сегодня записываю очередной видосик по бездонатику. Сегодня мы купим самый нагибающий комплект, по моему мнению. Потестим его. И посмотрим вообще, что он из себя представляет. Но на данное время я считаю этот комплект самым лучшим. Сейчас мы его как раз таки быстренько так оперативненько купим. И посмотрим, что же он вообще будет делать. Званил меня Уоррен Третий Офицер. Например, вчера я поднял званочку. И сегодня я уже покупаю этот самый нагибающий комплект Сибирячок. С фризом М2 на третьем Уорренте. Вы просто представьте себе. Через два звания я планирую сделать его уже М3. Фризик. И будем смотреть, что он вообще... Как будет себя вести. Я думаю, что это будет зверский нагиб. Без преувеличений. Так как фриз М2 уже на таком звании. На третьем Уорренте Офицере. Это, блин, уже божественно. А вы представьте, что он будет творить, если он будет М3. М3 я имею ввиду фулл прокачка М2. Если кто не понимает, о чем идет речь. Фулл прокачка М2 у нас является М3 вооружением. Так как его можно будет купить бесплатно и красиво так забрать себе. Пока каточку мы сливаем. Подобрал я такой ближний бой, где можно с ближним боем неплохо так поиграть. В принципе, мне как бы это и нужно. Каточка у нас АСЛ, дефовая сторона, фризик. Самое то, что надо для этой каточки. Как раз можно аптестить. Посмотреть, что он вообще может. Может ли вообще. Ну, исходя из того, сколько я уже играю на бездоната. Сколько я уже времени потратил на этот аккаунт. И сколько комплектов я перевидал. Я могу сказать с уверенностью, что данный комплект является самым лучшим за последнее время. Которую могла бы нам предложить играть. В чем особенность? Да, в принципе, ответ прост. Иметь М2 вооружение на таком звании. Вот смотрите. Дико Рикошет, да, имеет на пятом воронте. Дико Рик М2. Но если я чуть-чуть хотя бы прокачаю. Ну, прожимай соприк. Если я хоть чуть-чуть прокачаю этот фризик. Он будет уже нагибать намного лучше, чем этот его Рикошет М2. Прис это та пушка, которая, блин, разваливает все. При этом резиста на таких званиях вообще практически нет. При этом у меня на этом аккаунте еще смока М1 фулл МПК. То есть она у меня М2. Это тоже вообще просто шикарно, суперски. Как раз то, что мне и надо. Поэтому, ребятки, если вы катаете на мультах. И вы думаете, какой бы вам комплектик приобрести. Не знаете, что выбрать вообще, что лучше. То, посмотрев это видео, я вам могу с уверенностью сказать, берите этот комплект и даже не думайте. Лучший комплект вы точно не найдете. За последнее время единственный, какой из комплектов мог побороться с этим, так это комплект, если я не ошибаюсь, что там было по корпусу. Хантер, наверное. Хантера Изида был такой комплект, как он назывался, я не помню. Дай соточку, парень. Ну, ты же нагибаешь. Единственное, вот этот комплект с Хантера Изидкой, извиняюсь, мог бы как-то, как-то побороться, посоперничать, если так можно сказать, с данным комплектом. Поэтому, берите, не нагибайте просто. Даже никаких особо усилий не надо на таких званиях. Блин, это просто развал. Анал Карнавал. 17 скиллов буквально за пару минут. Для такой карты это вообще божественно. Что вообще дальше у нас планируется на этом аккаунте? Безусловно, как я уже и сказал, сначала мы возьмем фризик и прокачаем его МПК до М3. Надеюсь, я все это сделать до 5-го воронта, максимум до младшего лейтенанта. И после этого мы будем уже покупать какой-нибудь комплектик М2. Возможно, это будет Вика Твинс. Потому что по корпусу лучше Викинга, я думаю, только будет Титан. Поэтому будем ждать, какие комплектики у нас вообще будет в дальнейшем. Но, безусловно, сначала мне надо его прокачать. Вот именно данный комплект. Мы прокачаем его, и тогда уже будет все, в принципе, видно и понятно. В принципе, ребятки, видосик вот такой вот будет коротенький, не длинненький. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. По комментариям, как всегда, ребятки, выбираю победителей на золотые ящики. Ну, а с вами был мистер Ванька. Всем спасибо. Пока. Пока.